здарова народ с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про режим мирные 13 надежда или даже он в этот раз называется просто мирной надежда на самом деле пусть он называется хоть жопа бобра когти енота или клюв дракона на самом деле вообще пофиг как он называется это просто режим на хэллоуин в котором люди просто играют во что-то другое не рандом не гк не укреп погружаются в какую-то другую атмосферу отправляются в путешествие за приключениями они должны быть атмосферные интересные с прикольным геймплеем все должно быть четко прикольно насыщенно какими-то историями и люди должны в это время кайфануть так должно быть но что мы получаем из года в год в этом вонючем режиме на хэллоуин ведь этот режим уже делают не я не знаю года четыре наверное он все такой же убогий и абсолютно не готов техническом плане до сих пор сколько лет его можно делать он уже дохлый этот режим он до сих пор не готов техническом плане от слова совсем но он уже не интересен многим он просто скучный нудный просто фу должна быть атмосфера должна быть насыщенность приключениями какое-то содержание чтобы узнать какой-то лор этого события где это все я должен посмотреть видосики да я могу просто видос на ю тубе посмотреть и все зачем мне туда в игру заходите все это зачем она мне все если я просто играю в режим чтобы после режима открыть видосик и посмотреть его ну да бог с ним ладно там посмотрели видос что-то узнали из него где сама атмосфера сражения путешествия и насыщенность событиями в самих этих режимах потому что я не знаю там три сложности вообще по логике по идее я не понимаю зачем делать три сложности если должно становиться сложнее просто по мере того как ты доходишь до конца даже некоторые умные люди которые делают игры уже не не первый десяток лет у них существует уже давно принятые правила по которым игру можно сделать нормальный интересный прикольный зачем картошка выдумывает велосипед я не понимаю сложность должна строится такими ступеньками идет небольшое увеличение сложности увеличение увеличение увеличения потом какой-то босс потом немного спад немножко ты расслабляешься опять идет какое-то увеличение подъем сложности уменьшения и концу ты уже немножко натренировался различным механиком и под конец должен получить уже финальную сложность финальным боссом и так далее у картошки же просто три сложности первое вообще никакущая там нету даже босса ты просто покатался афк ботов пострелял и все вторая сложность уже более-менее что-то там есть и в 3 боты просто жестко тебя дамажит и имеют броню все вот вся разница и на 2 и на 3 сложности еще присутствует этот босс великолепный давайте опустим тот факт что режим технически полное дно он не оптимизированный в нем куча багов люди просто физически не могут нормально в него до играть поиграть и принять участие то у них башня не поворачиваться то интерфейса нет то карты нет то пушка не стреляет то танк залип на месте и не едет то боты стоят не работает ничего просто выходной у них в режиме багов столько что просто капец то босс невидимый появился а баги все критические они просто не дают тебе нормально поиграть а ты играешь каждый раз в пятером этот режим на пять человек а если у тебя нету пять друзей чтобы поиграть в танке есть только два или один или три но тебе надо 5 и каждый раз тебе будут закидывать рандомных челиков рандомные челики далеко не всегда адекватные как в это получить удовольствие и хотя бы почувствовать даже то что разрабы уже сделали даже это невозможно нормально прочувствовать поскольку она просто не работает так еще тебе нужно пять человек чтобы поиграть в игре world of танкс где все друзья уже давно бросили игру тебе нужно пять человек чтобы в это поиграть да где я их возьму эти пять человек у меня из друзей онлайн постоянно около нуля никто в это не играет так еще и все это засыпали с таким количеством багов что просто даже если ты собрался не всегда сможешь нормально в это поиграть допустим мы все это забыли фиг с ним как есть допустим мы можем в это играть в пятером как получить атмосферу насыщенность сражения окунуться в какое-то путешествие этого мирного и кайфануть от него если в картошке боты абсолютное днище они не интересные против них играть не хочется они просто никакие это самая худшая пве среди всех игр которые я играл в дивизионе лучше в таркове лучше в дэст они лучше я не могу вспомнить игру где пве было бы хуже таких тупорылых и конченных реально конченных ботов нет нигде они вообще никакие они тупые топорные кривые деревянные они не чувствуются живыми интересными против них не хочется играть это мусор и они такие не первый год не второй не третий уже лет пять там сколько картошка пытается высрать своих ботов столько времени они кончены да в этот раз там есть какое-то разнообразие этих ботов там какие-то шарики катаются тут бот пожирнее тут бот поменьше но они все двигаются одинаково крутят башню корпус в разные стороны когда ты к ним вблизи подъезжаешь он перестает в тебя стрелять целится куда-то в ебеня куда-то от балды ездит не рамбует не сейвится адекватно не ездит он просто крутится на месте как попало и куда попало стреляет все что это такое это что за мусор и самое смешное что босс примерно также двигается он просто какого-то чувака выбирает и просто на него едет причем корпус у него живет одной жизнью а башня крутится и живет другой жизнью ни один бот не чувствуется интересным это полное я вообще не понимаю вот есть эти ерши ёрш ёш вообще просто шар там есть у них большой шар альфа шар когда ты его убиваешь почему с нулем анимаций вообще без ничего он исчезает и потом через несколько секунд в том месте где он сдох из него появляется 4 там или сколько маленьких шариков которые катятся на вас и взрываются мне вот вопрос а где вообще анимация хоть чего-нибудь где эффект того как он взорвался сдох где эффект того как из него появились маленькие шарики это что за днище это же просто халтура это вообще ни о чем и вот это тупое появление бота ты приезжаешь на точку они просто из черной фигни появляются в одном и том же месте это настолько скучно и неинтересно это вообще никак это хэллоуин они должны на нас нападать они должны интересно с нами сражаться они должны нас загнать там поэтому мирному напряга вообще никакого не чувствуется это просто мякиши которые на месте крутятся в разные стороны это не интересно это скучно это просто мусор это должно быть какое-то атмосферное путешествие по этой новой локации какой-то там на которой на нас нападают всякие такие вот штуки неведомые из ниоткуда с которыми должно быть интересно сражаться потом мы там где-то добываем какие-то артефакты улучшаем свои танки это настолько пресно выглядит что ты просто убиваешь этих мякишей из них собираешь какие-то шарики и что-то там в твоем танке улучшается патрончики добавляются и ты возишь эту фиолетовую дресню это проработано вообще никак плюс еще вот это вот озвучка это пердеж этой бабы я понимаю один раз ее послушать но когда ты катаешь этот режим уже 10 раз эту бабу одну и ту же слушать уже просто надоело они не понимают что это должно быть одно длинное интересное путешествие атмосферное интересное с приключениями насыщенная где мы познаем лор вот этой вот всей обстановке мирного 13 где мы там все собираем улучшаем двигаемся к боссу где сложность возрастает концу и мы в конце получаем этого босса с которым интересно сражаться они которые просто после первой смерти исчез куда он исчез он не взорвался он не рассыпался он не сдох не улетел в портал не сказал типа ой в чё-то мне плохо пойду где-нибудь подлечусь он такой типа ой первая жизнь кончилась исчезаю проходит там сколько-то секунд о появился это что за дебил делал этот режим он по атмосфере просто мусор это вообще никак просто никак это говно делалось четыре года или сколько но лет делается это просто ниже плинтус такого мусорного пве нет нигде такое ощущение как будто бы ребенок какой-то просто потренировался поделать каких-то там ботиков тупорылых которые на месте крутятся и есть еще ботики которые просто на тебя катятся вот и все и здоровенная дура вокруг которой просто щит который все всасывает и сжирает обалдеть который двигается точно так же как и все остальные придуражливые ботики такое ощущение что челы которые делали этот режим вообще игры в глаза не видели есть миллион игр где можно просто хотя бы идею позаимствовать то как она сделана неужели в 2021 году нет людей на планете земля которые бы могли сделать ботов не настолько тупорылыми как они сейчас в картошке ну и в конце что хочется сказать очередной раз максимально ублюдки сделано выдача наград получения и прохождения этого режима в целом есть восемь уровней на каждом уровне типа расшифровка какой-то билиберды чтобы ее расшифровать тебе нужно либо много ключей либо меньше ключей выполнить задание все так скомка на жужбам каким-то высрано что люди до сих пор уже почти прошли режим и не понимают что он в нем надо делать чтобы его проходить это полный провал если люди играют и не понимают что в нем вообще надо делать глядя на то что там написано не могут понять то это полный провал вот в целом режимы в картохе выходят и каждый раз смотришь на то что в них нужно проходить что нужно делать как получать награды смотришь на это все и не видишь никакой логики люди которые это делают у них вообще с башкой все нормально нужно делать максимально понятно для людей потому что людей много каждый думают по-разному все должно быть четко ровно написано понятно а там все просто каким-то куском хлама высрано и все причем само по себе прохождение простейшие там все просто но она так подается высрано через одно место с отсутствием логики что надо башку себе сломать чтобы понять простую вещь конченость людей которые это делают просто зашкаливает тысячу абсеров в одном вонючем режиме которые высираются на неделю один раз в год это шедевр с вами был арчик играть красиво всем пока у нас потери теперь нас всего четверо и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...